Так, 11 сентября 2018 года, 4.21, и речь пойдет о подводной лодке. О подводной лодке, которую изготовил изобретатель Артем Луспарян из Краснодара. Подводная лодка своими руками. Предлагается народный проект. Уникальная, легкая, сухая подводная лодка по цене внедорожника. Артур по себестоимости, сейчас я аудиозапись включу, 18 минут. По себестоимости обозначил, что стоимость лодки, обладающей лучшими характеристиками в мире для своего класса, будет порядка 3 миллиона плюс 700 на рабочие расходы. Я округлил эту сумму до 5 миллионов, и предлагается выпустить в среде блокчейн R&Chain проект, выпустить токены, согласовать с Дуином Дмитрием Александровичем, предложить использовать моторы с перемоткой «Славянка» для перемещения объекта под водой, тем самым придать проекту большую, как бы правильно сказать-то, большую медийную пиарную историю. И сразу же сказать, что это первый просто пилот, а есть лодки на 3 человека, на 5 человек, на 12 человек. Вот как все изготавливается. У Артура большой опыт построения станков, изготовление экспериментальной лодки. И, соответственно, для Крыма это может быть огромная сеть подводных путешествий и экскурсий в прибрежных водах. Сертификация судна стоит порядка 75 тысяч рублей, но обо всем подробности в аудиоразговоре. Алло, Ярослав, добрый вечер. Да, добрый ночи, Артем. Удорно говорить? Да, конечно. Да, значит, я смотрю, что вы вступили в переписку в чате, по каждым роликам, это чрезвычайно важно. Пытайтесь максимально полно описать, какие цели и задачи вы ставите, и что по факту получили. Это чрезвычайно важно, как ситуация. И, конечно же, как одно из объяснений, что вы практик в разных областях, в том числе и в чем-то строение. Вот, это тоже чрезвычайно важно. Вот в комментариях. Вопрос, что сейчас? Есть какая-то лодка в эксплуатации, куда можно приехать и делать видеосюжет и с вами интервью, и организовать с темой. Насчет лодки, там, короче, получилась такая история. Вот этот вот человек, который мою лодку делал, он вот буквально полгода назад умер. Там 45 лет он умер. Вот. И у него там, ну, как бы много долгов было, и слов его жены, она продала, и ему делал еще катер там, 8-метровый, она и катер продала, и подводную лодку продала. Одному из его должников. Вернее, ну, из его этих, кредитов. А он с вами общается? Лодку с нами технически поддерживать, эксплуатацию? Вот эти ребята, они ко мне приезжали. Ну, как бы, получилось так, что ну, по вот этим контактам, ну, вышла неувязка. Я просто сейчас их контактам не знаю. Ну, можно, если вы позволите, я выложу наш разговор с интернетом, и рано или поздно это дойдет до владельцев, чтобы они объявились и оставили контакты. Конечно, конечно. Я только за Богу. Потому что я знаю, что эту лодку, ну, как бы, никто не запустит без меня. Потому что, ну, там, управление, оно, как бы, достаточно простое. Ну, один человек может управлять лодкой. Ну, ну, там, не просто так. Все. Но вы хоть имя, фамилию, с кем он, кто приезжал, вы знаете? Понятия не имею. Удивительно. Как это? Купили лодку, приехали к создателю, и даже не оставили... Они ко мне приехали, вот, жена этого вот художника, который спонсировал все это дело, она дала мой адрес. Они ко мне приехали. Вот. И, ну, поговорили со мной, там, все, там, ну, насчет того, чтобы там с лодкой позаниматься. Вот. И я им дал свой телефон, а их не взял. А получилось так, что, ну, я в номер этот, который у меня был, ну, короче, его нету. Понятно. То есть, они мне позвонить не могут, а я не знаю, где они находятся. То есть, та лодка, которая на видеосюжете, которую я размещил на канале, эта лодка находится у кого-то, у кого вы даже не знаете, да? То есть, мы... Да, я вот, в этом-то все и дело. Угу. Отлично. Ну, а какие предложения? Создать еще одну лодку? Да, конечно. Вот, там лодка вот-то желтая, ВА-2,2. Она немного больше по весу, 2,3 тонны водоизмещения, но эта лодка просто совершенная. Ну, смотрите, технологически мы можем сделать проезд на блокчейне по созданию второй лодки вы, как научный руководитель, реализатор, оценить какую-то стоимость, выпустить токены и сделать это общественным, публичным, народным проектом. Я абсолютно не против. Только за. Угу. Хорошо, я, потому что, вот, вот эта лодка, ВА-2,2, это, ну, я там полностью все вот эти вот, ну, не то, что недостатки, вот эту ВА-1,4 электричку, она нормальная лодка, там все будет работать. Просто вот по следующей лодке к тому же идет дизель-генератор, у нее автономность гораздо больше и, ну, более совершенная лодка. Какова стоимость проезда? Значит, себестоимость лодки я могу даже вам там, ну, смеху прислать. Да, себестоимость есть безусловно кому показать, если есть, это оформлено прекрасно, но на словах скажите, сколько денег? Значит, чисто себестоимость 3 миллиона идет. 3 миллиона чего? Это вот именно рублей. Я правильно понимаю, что вы произносите сумму 3 миллиона рублей и мы получим уникальную лодку в чем ее уникальней? Значит, если сравнивать с зарубежными аналогами, во-первых, у нее скорость в три раза больше. Сколько? Значит, а? Сколько в цифрах? Ну, в районе 7-8 узлов. Если вот брать, вот, как секрет, да, Владимир Владимирович погружался, вот, как-то видео было под сирийским колпаком, такая лодка, у нее сколько стрелил 20-го. Потом автономность. У этой лодки автономность подводной от 17 до 40 часов. То есть, можно, в зависимости от того, как систему жизнеобеспечения сделать, до 40 часов подводной автономности. Подводная там, ну, 300 километров. я могу эти данные вам уже, ну, как бы, это нужно, смотрите, нужен аквас тех, мы его внесем в систему блокчейна, и это будет описательная часть к коксинизации. Отлично, отлично. 3 миллиона рублей, это как раз удачный сусо... сусо... Ну, как бы, 3, это вот именно материалы, да, допустим, там, в работу, да, вот это, 3 миллиона, но там еще в плюс, ну, я думал, где-то 700 тысяч еще в плюс будет, потому что, ну, непредвиденные расходы, там, такое, там, на рост цен, ну, вот, где-то 3 миллиона 700 тысяч, это вот ее будет, это можно 100% его построить. Отлично. Я предлагаю заложиться с операционными расходами глобальной волны в 5 миллионов рублей и запустить коксинизацию, потому что я вам должен сказать, что если попробовать сделать такой заказ на любой иной фирме, то разговор будет идти от 3-5 миллионов долларов. Ну, я с вами согласен. Вот эти лодки, которые, секрет, вот, тоже двухмешные лодки, но они никакие, там, вообще, у них ни скорости, ни, ну, как бы, вообще рядом не стоят. У них цена полмиллиона долларов, 470 миллионов вот аналог этой лодки. Только по времени, только цеховая очередность с начала работ, потому что здесь можно, смотрите, идти по пути, что не начинаем строить лодку, пока не собираем 5 миллионов рублей. Нет, это, у меня есть также смета, я еще составил очередность, порядок работ. Там необязательно вносить сразу 5 миллионов, там идет, ну, я тоже вам вышлю это дело, ну, вот эту информацию. все, я тоже разместил публичный доступ, разрастет. Конечно, конечно, да, да. А там мы тогда на блокчейне разместим. Все, я тогда вам информацию перетину. Да, и тогда вам наберет Павел Падерин, он специалист большой по блокчейну, и тогда выясним, как вы с интернетом производите, нужно будет прямой интернет сфер сделать, с вашим участием, и вот как мы делали в предыдущих там транслястках. У вас веб-камера есть? Вы имеете в виду, а в WhatsApp? Нет, не WhatsApp, в YouTube, в Hangouts, ну, Skype, да? Нет, не Skype, в Google, в Google, на YouTube, там есть функция эфиров, и участие в прямых эфирах, это сангар, от логина, надо качать плагины, и ну, я так не особо в этом разбираюсь, но у меня есть, ну, сын у меня, грубо говоря, очень хорошо в этом деле разбирается, так что тут проблем не будет. Так, ну что, очень, конечно, интересно, а в каком году был снят этот ролик? Это было 7 лет назад, это было. То есть за внизу? 6, или 6, или 7, я тоже не помню, но это можно уточнить, там, у меня журналы, я, когда я устроил, полностью там вел журналы, где чего там, ну, по времени, буквально каждый день вел дневник. Да, имеет смысл различных вам приехать, сделать с вами интервью, прямом эфире, показать, как это все работает, и потому что... А что, никто за все это время к вам не обращался с просьбой повторить? К сожалению, нет. Я думаю, вам их узнают просто. Ну, скорее всего, да, я как бы, у меня и времени особо нет этим заниматься. Я сейчас, ну, станками занялся, и это такое болото, станки все разные, вот, не одна, я вот сколько больше сотни станков сделал, ну, ни одного одинакового в России было, все время вот, разработка и реализация. Артем, Артем, у меня офигенная бизнес-задача. Значит, я был только что в Севастополе, в Балаклаве, в музее фортификационных сооружений. там подземное укрытие от ядерного удара для подводных лодок. Значит, это трещина в горе, прорытый туннель инопланетянами, которые бетоном мы облили и прятали там подводные лодки. Глубина 8 метров, но сейчас на 5 не эксплуатируется глубина, потому что на 5 метров забито ило. Скажи, пожалуйста, можно ли вот этими подводными лодками твоей конструкции очистить дно русла канала и восстановить этот бизнес-проект? Просто потом на этом месте можно будет запустить экскурсии своими подводными лодками? Я думаю, что можно. Ну, сделать, манипулятор, лопаты, пневмонасосом, который отсасывает. Конечно, это, ну, грубо говоря, это все под водой будет делаться. Если есть вода, можно подключить мощные насосы для того, чтобы размыть это дырком. Ну, то есть это реальная вещь, можно сделать. Отлично. Там сейчас Крым на подъеме огромный количество, огромный структический поток и подводные фауны совершенно, конечно же, в этом плане никаким образом не сопоставляются развлечения и экскурсии. Насколько ты видишь возможно пройти сертификат, как проходят сертификации гастирования, чтобы можно было проводить экскурсии для людей? Ну, насчет экскурсии не знаю, а допустим насчет изготовления подводных лодок я связывался с Питером, там есть контора, которая занимается сертификацией судов. Вот я с ними разговаривал, разговор был где-то 2-3 года назад, точно не могу вспомнить. Они мне озвучили сумму сертификат на изготовление допустим подводных лодок, вот такого плана микролодки. 72 тысячи на 3 года они мне озвучили. 72 тысячи рублей? Да, да, рублей. Ага, отлично. Скажи, пожалуйста, вот здесь поступили вопросы уже, возможно ли готовить лодку на 4 места, один инструктор и 3 человека семьи? У меня идет там серия подводных лодок. То есть вот это вот 2,2 это такая скоростная лодка, много функциональная. Ее можно там и в МЧС и в армии применять, там на нее можно поставить там пулемет, там пару торпед прицепить, вот такого плана. Но есть лодки чисто исследовательские. Вот это Ла-3, Ла-5. То есть она идет 3-х и 5-местная. Вот. А дальше лодки вот Ла-35 12-местная. 12? Еще я не закончил. Да, 12 мест. И еще я не закончил проект, это Ла-75. То есть это очень большая лодка. Ну даже вот эта Ла-35 у нее дальность хода 12 тысяч километров. Слушай, у меня даже я подозреваю, кто очень жил и заинтересуется. Руслан, я тебе передаю большой привет. Возможно, люди из их сити возможно очень проникнуты и мы с ним скоро в гости. Ну вот на автобусе возможно мы приедем как раз к экспедиции глобальной волны приедем провести токенизацию потому что там надо лично тебя идентифицировать. Ну пожалуйста глушай. В Краснодаре. Ты в Краснодаре не в Краснодаре? А? Ты лично в Краснодаре? Ты поздно начитал. Я проезжал в Краснодар два дня назад. А вот блин. Да, я в Краснодаре живу. У меня цех там ну как мастерская на улице Павлова. Подъедете там посмотрите в танки там сюда где я работаю. Ну конечно везок там не и какой потому что я снимаю помещение подешевле. Ну арендная оплата. Это Русская баня есть баня и водоем? Нет. Нет в Краснодаре нету бани с водоемом? Нет да бань с водоемом на валом у меня я в кипец и езжу. Надо мобильную баню с тобой привезти. Наверняка в Краснодаре можно взять в аренду на один день мобильную баню. Нет ну в Краснодаре можно просто в баню сходить тут у нас этих бань на валом ну как бы частно. Так скажи пожалуйста по времени ты какие-то обременения по работе съемкам участием когда ты доступен когда нет в любое время в принципе это такое дело ну как бы для меня это очень важно я ну ты поминаешь у меня столько знаний накоплено и столько опыта что я не могу это просто потерять нафиг мне надо куда-то его действовать соответственно а я хочу именно да добровольцев которые готовы рядом с тобой стать летописцем и соратником Марсинчина ну в прямом эфире выводя все это в прямой эфир своих рабочих мест и разработки да вот говорят в Краснодар надо ехать добро мы обсудим я выложу сеть но я думаю что это выглядит достаточный резонанс 25 миллионов рублей это вопрос то есть ну для серьезного счастья суммы просто ни о чем да я знаю оно так и есть господи ну ты меня извини там воруют там чуть не триллион а блин а тут какие-то 5 миллионов блин на такое дело нет разговор вызывает резонанс в первую очередь блок среди блокчейн тоучести потому что продукт аховый а стоимость копеечная есть достаточно образованных людей которые уже срезонировали посмотрев этот сюжет и уже мозгил у них зашевелили люди ожидали как бы стоимость все абсолютно стало понятно ну вот собственно говоря состоялся разговор вот вот Юрий Немцов пишет что сейчас я зачитаю дело кушали живет и процветает человек построил лодку потом ее матерно потерял потом потерял номер людей которые ее забрали потом потерял симку через которую можно отыскать опытный образец блин да ему 1000 рублей дашь и он их потеряет Ярослав это не кидок это просто отсталый который потеряет даже стопроцентное дело это первое второе кому нахрен нужна лодка от сомнительного производителя за 5 лямов не сертифицированной и сомнительной надежности когда за 180 тысяч продают отлично немецкие лодки так смотрим что это немецкие лодки немецкая фирма наладила выпуск подводных лодок так но это же смотрите дорогие друзья это же 5 лямов если все дело там покупать за все платить у нас же есть предприятие которое готово выполнить помощь смотрите что это за подводная лодка за 99 евро в Германии можно совершить а смысл в том чтобы в России наладить выпуск максимально дешевых подводных лодок и чтобы проезд прокат и экскурсия на этих подводных лодках была максимально низкой и доступной всем гражданам нашей страны дорогие друзья поскольку Крым наш то и подводная флора и фауна должны быть доступны каждому все на этом стоп снято видим все в принципе сказано поиск кто купил лодку если в соцсетях есть люди которые знают людей у кого в ангаре или где-то хранится эта лодка то сообщите вот заинтересованное ну в случае взаимной заинтересованности есть автор есть медийный проект глобальная волна готовы сделать сюжет запустить речь идет о создании мелкосерийного а потом крупносерийного производства подобных аппаратов Сергею Семенову большой привет предложение совместного использования двигателей Дуинова на данной лодке и обращение к уже подготовленной аудитории проекта Славянка проекта Колобок вот можно начать выпускать следующий модельный ряд изделий где применяются электродвигатели аккумуляторы и так далее для того чтобы покорить большой космос мы должны покорить космос который у нас под нами на планете подводный мир космоса все на этом стопснета